приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу почему пропадает желание играть в игры поначалу найдя какую-то интересную для вас игру вы тратите все свободно на нее время кайфуете от нее наслаждаетесь играете в свое удовольствие но со временем любая даже самая кайфовая для вас игра превращается в какую-то рутину и надоедает причем чем однообразнее эта игра тем быстрее это случается и чем больше вы ежедневно раз за разом тратите все свободное время на нее и не отвлекаетесь ни на что другое тем быстрее она надоедает в принципе поразмыслив своими мозгами уже можно понять что да как вы попросту превращаете игру в свою работу вы от нее не отдыхаете и начинаете в нее прям реально пахать из-за чего вы соответственно устаете устал вы начинаете играть похуже чаще ошибаетесь еще из-за этого у вас начинает подгорать и из-за однообразия у вас уже нет того энтузиазма и кайфа вы начинаете все делать тяп-ляп если из дня в день заходить в одно и то же время в свободное там после работы вечером и полностью все это свободное время тратить только на игру соответственно через какое-то время вы будете работать в две работы после своей работы из реальной жизни вы будете возвращаться домой и играть а точнее работать в еще одну работу виртуальную из-за чего вы перестанете отдыхать и кайфовать от игры а будете просто нагружены двойной работой в игру нужно играть когда есть желание с кайфом чтобы получить удовольствие от игры когда у вас есть время есть силы если у вас в реальной жизни еще есть какие-то заботы проблемы что-то нужно порешать их не нужно откладывать на потом чтобы в игрушечку поиграться поскольку отложил что-то на потом об и поиграл в игру может случиться так что все эти отложенные дела будут накапливаться от этого вы будете не в восторге и в игре поскольку будете отвлекаться и думать о том что учета там не сделали и в игре тоже как на работе устаете и с реальными делами они навалились на вас тоже напрягают из-за чего вы будете работать в две работы не кайфовать в игре потому что устали и думаете о чем-то другом у вас есть проблемы они тоже напрягают и с этими своими навалившимися проблемами тоже вы ничего еще не сделали потому что вы вместо этого работаете в игру плюс еще разработчики некоторых замечательных игр тоже подталкивают вас к тому чтобы вы заходили каждый день как можно чаще и оставались как можно дольше они подкидывают вам задания в которых нужно там допустим как в пубге выживать во время катки сколько-то там минут 15 30 45 час и так далее и чем больше вы такие задания выполните тем больше наград получите из-за чего вы иногда возможно захотите выполнять эти задания когда уже не хотите играть проведете в игре больше времени потратите больше свободного времени и возможно не поделать что-то другое не отвлечетесь и снова начнете работать в игру также есть замечательные ежедневные какие-то задачки которые казалось бы дают вам какие-то плюшечки и какие-то наградки но они направлены скорее на то чтобы вы заходили каждый день в игру и хотя бы сколько-то времени проводили в ней что опять же подталкивает вас к тому чтобы игра становилась дополнительной работой также прям аккаунт которые в мире танков почему он не останавливается вы его купили и он всегда идет чтобы иногда у некоторых людишек возникало желание или скорее мысль о том что я его купил он идет и получается он уходит в никуда мне надо его использовать чтобы его использовать мне нужно тратить все свое время на то чтобы быть в игре из-за чего игра снова скатывается в работу они в игру в кайф и отдых когда вам это хочется в свое свободное время и вы снова перестаете вести свою жизнь разнообразно занимаясь различными делами и все скатывается в самое начало что в начале видео и рассказывал то что игра начинает уже подбешивать вы занимаетесь однообразием вы чаще в ней ошибаетесь потому что уже устали от нее плюс еще накапливается куча дел все начинает раздражать и бесить и вы не получаете удовольствие от игры и кайфа хотя играем мы для чего чтобы отвлечься и получить удовольствие от игры отвлечься от реальных каких-то дел но получается так что наоборот нам нужны уже какие-то реальные дела и чем-то в реале заняться или какой-то другой игрой заняться или поиграть во что-то другое или другой жанр попробовать для того чтобы уже от своей работы в скобочках игра отвлечься на что-то другое человек конечно может приспособиться к многому но когда он начинает делать одно и то же из дня в день и тратить на это все свое время он начинает уже делать это тяп-ляп меньше от этого кайфовать поэтому нужен и отдых и разнообразие и это не должно скатываться в еще одну работу вы как раз таки в игры пришли для того чтобы отвлечься от учебы от работы или просто для разнообразия чтобы кайфануть от прикольных игр как спастись от того что вам надоели игры ну либо попробовать другой жанр игры другую игру или отдохнуть от нее и не сильно зацикливаться на том что разработчики некоторых игр заставляют вас каждый день много в них сидеть пусть сами сидят в своих играх каждый день по многу это их работа вы же не должны вестись на эти дурацкие мини задания или еще какие-то уловки и думать что вы теперь обязаны сидеть поиграли сколько у вас есть времени кайфанули и занимайтесь остальными своими делами какие вам надо иначе это будет еще одна работа в нагрузку к остальным своим каким-то занятиям я считаю что нужно очень хорошо продумать систему поощрения игроков что они играют в игры задания и так далее чтобы это было интересно интерактивно люди в этом были вовлечены но не просто приходили в еще одну работу работать чтобы было это реально интересно и не возникало желание через силу заходить в игру у некоторых игр это получается у некоторых нет поэтому у некоторых старых игр много поклонников а у некоторых много хейтеров потому что они уже наелись этой игры она их бесит я считаю что не все разработчики правильно к этому подошли и в погоне за тем чтобы удержать аудиторию в погоне за баблом они замучили свою аудиторию до такого состояния что они просто чересчур наелись и и она их уже просто раздражает они приносят удовольствие также еще возникает такое ощущение что играя в одну игру ты думаешь про другую игру поскольку там тоже идет какой-нибудь battle pass какие-то задания проходят без тебя или еще что-то это тоже удовольствие не приносит ты сидишь и думаешь а в какую лучше бы игру я сейчас играл в ту или в эту где лучше бы я что-то получил в какой из игр это тоже бесит поскольку в каждой игре проходит боевой пропуск какой-нибудь там или battle pass везде он ограничен по времени и ты сидишь просто думаешь блин я же не могу одновременно в 10 игр играть в общем и целом разработчики игр заморочили людям голову из-за чего они уже просто перестали кайфовать от этих игр то это абсолютно неправильно на мой взгляд поэтому играйте в игры столько сколько вам хочется пока вы получаете удовольствие сколько у вас есть свободного времени и делайте это разнообразно не играя только в одну игру беспрерывно целыми днями поскольку она потом вам настолько надоест что вы ее видеть не захотите делайте свои временные перерывы отвлекайтесь на свои главные занятия в жизни и более важные дела чем какие-то задания в дебильных играх и тогда появится желание играть в игры просто нужно свысока на всю эту ситуацию посмотреть и понять как она выглядит чтобы не вестись на поводу у разработчиков и играть столько сколько надо именно вам они разработчикам игр подписывайтесь ставьте лайки обязательно подписывайтесь на яндекс зен до нового года желательно набрать 100 подписчиков там осталось всего ничего это будет неплохой подарок мне на новый год играть красиво всем удачи и пока удачи удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok